владимир какой проект вы представляете собственно грибзавод наш проект это автоматизированные грибные фермы сейчас у вас какое-то производство уже есть или вы чисто стартап но собственно мы стартап но мы уже прошли некий путь и у нас есть три цеха в городе клины мы осуществляем отгрузки в розничной сети сейчас вешенки и ринге и шитаки почему вы не занимаетесь шампиньонами не выгодно собственно у нас в россии высокая конкуренция в секторе шампиньонов 2010 годах открылась куча огромных комплексов уронили цену оптовую на эти грибы полностью то есть мне будет стоить моя себестоимость производства шампиньонов 100 рублей за килограмм за эти же 100 рублей его примут у меня в сети поэтому мы концентрируемся на более экзотических грибах что конкретно вы предлагаете как стартап для инвесторов собственно как стартап мы предлагаем масштабировать нашу ферму по всему миру мы сделали просто готовую такой кит фермы который можно открыть без знаний без опыта в грибоводстве абсолютно и мы готовы ее для вас построить обеспечить сырьем и обеспечить продажами через наши контракты с сетями контракты с сетями сейчас с кем вы уже работаете и кого вы можете предложить в качестве рынка сбыта соответственно мы пока работаем с московским регионом с такими сетями как магнит окей метрос пар озон ну еще несколько сетей представлены соответственно идея в том чтобы не открывать свою ферму в другом регионе а начать отгрузки в ней например в нижний новгород он там есть у нас три контракта с сетями мяснов спар и магнит а у них есть сердце в нижнем новгороде мы можем начать поставки с текущего производства в нижний новгород а дальше открыть там нашего франчайзе который просто перейдет на эти отгрузки а чем ваш проект отличается от конкурентных проектов на рынке чем вы лучше что в нем инновационно здесь вопрос а какие конкурентные проекты на рынке их просто нет пока мы первые в мире кто пробует развивать продавать грибные фермы как франшизу но есть хороший пример для нас референс проект проект айфарм который делает это в сети фермах и это работает это доказывает вот работоспособность бизнес-модели как франшизы но при этом у нас естественно есть конкуренты среди в россии среди производителей готовых ферм под ключ разница в том что мы представляем продаем бизнес то есть не только оборудование но и бизнес-модель обучение персонала контракты на реализацию продукции так как все остальные фирмы в россии поставляют просто оборудование а дальше живи с этим как хочешь а каких суммах идет речь чтобы это ну приносило уже какую-то прибыль и каких сроках то есть грибы все таки это же не прям сейчас купил они у тебя есть какое-то должно время пройти технологический процесс у грибов длительный например вешенка растет полностью отдает весь урожай за два месяца за 70 дней примерно но при этом собственно вложение ферму могут быть примерно 5 6 миллионов рублей на базовую такую ферму на 2 на 2 камеры выращивания по 200 квадратных метров и она будет производить там от 24 тонн гриба в год и примерный заработок может быть там примерно от двух с половиной до трех миллионов рублей в год чаще 22 с половиной и соответственно это дает нам окупаемость в три года то есть это адекватный маленький средний бизнес для россии те кто заинтересуется вашим проектом должны быть как-то погружены в грибную тему или с этим может справиться и не специалист если представить что это не инвестор какой-то человек который ищет бизнес для себя то есть но вот он хочет сам этим заниматься но вот собственно наша целевая аудитория это те кто будет этим сам заниматься но знаний не требуется реально то есть мы оборудуем все под ключ поставляем уже качественное сырье нашем франчайзе и главное что собственно вот все вся эта система автоматизации оборудование она подключена к нам мы видим полностью там все показатели датчиков фермы что там происходит и у нас есть технолог который в любой момент там я не знаю что то у вас случилось позвонит и скажет у вас воду вырубили срочно что-то предпримите таким образом знаний просто не нужно если вернуться к мероприятия на котором вы здесь в рамках выставки участвуете вот такие выступления публичные в поиске инвесторов поиски единомышленников они а насколько сильно помогает вообще в целом сколько они полезны и может быть какие бы вы могли дать советы тем кто тоже что-то придумывает но не знает куда податься честно мы первый раз участвуем в таких публичных мероприятиях все остальное было более камерная и это суперполезно то есть нетворкинг это суперполезно потому что мы нашли там потенциальных клиентов для пилотов мы нашли возможно потенциальных инвесторов главное общаться и для стартаперов но основное сначала проработать проект самому доказать себе что он работает набить шишек да набить шишек потому что при этом желательно не брать денег в начале потому что в россии особенно рынок инвестиций сложный очень легко можно попасть там в какую долговую яму типа человек дал под долговую расписку и и просят все их вернуть а у тебя еще не выручки не прибыли ничего поэтому на своих шишках научиться а после максимально публично участвовать в мероприятиях искать smart инвесторов которые понимают во что инвестируют понимают что там проект стартапа никогда не отдаст прибыли или дивидендов инвестору на второй месяц после инвестиций что это горизонт планирования там 35 лет и так далее то есть smart деньги это то что нужно стартапом спасибо большое мы желаем любом случае вам удачи на вашем пути вам спасибо